Завершены первые игры 1-8 финала Лиги Чемпионов. В прошлом сезоне на этой стадии было забито 27 мячей в первых поединках, и хозяева добились всего лишь 3 побед. Давайте узнаем сколько сейчас голов и подведем итоги первых результатов. Атлетика и Ювентус одна из центральных игр 1-8 финала. У мадридцев отличная статистика, ведь они не проигрывали итальянским коллективам вот уже 9 встреч, 7 побед и 2 ничьи. Команды играли последний раз между собой в 2014 году. Тогда Атлетика в группе 1 раз выиграла и второй раз со старой синьорой свело поединок в ничью. Первый тайм команды провели бодро. Матч был интересен, но голов на горизонте не было. Каждая команда за последние 5 лет проиграла в финалах по 2 раза. Естественно, что на этом скрытом финале был аншлаг. Все 67 тысяч билетов проданы. Напомню про потери клубов. У Ювентуса Квадрада Хидира Коста. Стало известно, что Хидири сделали успешную операцию на сердце. Атлетика не хватало Лукаса. Уверен, что вы знаете, для Атлетика самый неудобный форвард португалец Роналду, который сейчас в отличной форме, как впрочем и всегда. Он в 31 матче забил им 22 мяча. У португальца были хорошие моменты, но он их не забил. Уругвайский защитник Хименес открыл счет. Второй гол на счету еще одного уругвайского защитника Диего Година. В итоге 2-0. В играх на вылет. Атлетика настолько мощная, что не проигрывает здесь в плей-офф Лиге Чемпионов 13 домашних игр. В последний раз дома они уступали еще Аяксу 2-3 в 1996-1997 годах. Диего Коста, получив желтую карточку, не выйдет на следующий матч с туринцами. Следующая игра прошла также в этот день, 20 февраля. Футбольный клуб Шальки принимал Манчестер Сити. Команды в последний раз встречались в Гильзеркирхене в 2008 году. В Кубке Уэфа в группе горожане победили 2-0. Тогда Манчестер занял первое место в группе, а немецкая команда пятая. Шальки смотрелся достойно и не выглядел мальчиками для битья, но пропустил первым. Надо выделить Агуэра. Аргентин за 7 последних игр забил за гаражан уже 10-й гол. Затем дважды с пенальти забил Алжирис Набиль Бенталеп. На перерыв команду ушли при счете 2-1 в пользу хозяев стадиона. Не позавидуешь обоим клубам. У Шальки не сыграли. Маскарель, Стамбули, Шопф, Эмбола. Англичан, Браво, Жезус, Делф, Менди, Стоунс. Конечно, у Сити приличный резерв, есть кем заменить. Во втором тайме Томенди получает вторую желтую карточку и идет отдыхать, перечеркнув все усилия своей команды. Но преимущество гаражан все-таки сказалось. Санэ в конце игры забивает своей бывшей команде и через 5 минут Стерлинг даже мает. Волевая победа в меньшинстве 3-2. В матче Атлетика Ювентус и Шальки Манчестер вмешивалась система видеопомощи. У Манчестера становится 5 побед к ряду во всех турнирах. Фаворит Лиги Чемпионов чуть не уступил в первой же игре. Еще раз убеждаемся, что не стоит ждать на этой стадии 6-0. К травмированным игрокам прибавляем еще Фернандиньо и Эта Менди, которые в ответной игре не помогут Гвардиоле. Мы узнали, что Манчестер Юнайтед и ПСЖ встретились впервые в истории Еврокубков. Также мы узнали, что парижане могут играть и без своих лидеров. Утрата Нимара Кавани Мюнье ставила их в тупик. Но, как и 3 года назад в товарищской игре, им удалось победить Манкуниамцев с тем же счетом 2-0. Забивали французы Кимпембе и Мбаппе. Аргентинец Ди Мария снабжал их голевыми передачами. У него их 2 в игре. Юнайтед, как и в прошлом году, в 1-8 в первой игре забить не смог. У Парижа после этой игры появились великолепные шансы на ответную игру. Тем более, она состоится на Парк Де Пренс. Также в этом поединке свой Манчестер подвел и француз Поль Погба, который в концовке был удален с поля и ответный матч, конечно же, пропустит. После этого результата Эмью прерывает свою 11-ти матчевую беспроигрышную серию, а перспективы Сульшера у руля команды пошатнулись. Кроме того, Манчестер еще со времен Мауриньо удерживал великолепную серию, которая достигала 10 беспроигрышных поединков на Уолл Траффорд. ПСЖ прервал 2-ти серии. Для команды из Франции это стал третий к ряду матч, в котором они не пропустили. Вскоре мы узнали, что через несколько дней после этого поединка Эмью победил в Кубке Челси и доверие к Сульшеру вернулось, а ПСЖ, выиграв у Сент-Этьена, они пропускают уже 4 игры. Также поздравим защитника ПСЖ Тиаго Силву с юбилейным 50-м матчем в турнире чемпионов. Рома принимала Порту. Как домашней команде им нужно было сделать результат еще в первой игре. 2-0 счет хороший, но удержать его не удалось. Порту отыгрывает один мяч и в итоге 2-1. Этот исход дарит прекрасные шансы португальцам перед ответной встречей. Рома продлила свою домашнюю беспроигрышную серию до 7 матчей. А в следующем туре итальянского чемпионата домашняя серия римлян достигла уже 8 игр. Порту уже на выезде не может выиграть уже в третий раз. Хочу вам порекомендовать после этого выпуска пересмотреть и другой, когда придет конец Лиги Чемпионов. Итак, 19-летний итальянец Дзаньола сделал дубль в игре. Дважды ему ассистировал Джека. За гостей забил 31-летний испанец Атриан. Заметьте, что все три гола были проведены в течение 9 минут. Поздравить римлян все-таки стоит. Им впервые удалось выиграть у Порту. Последняя их встреча была в 2016 году. Здесь же в Риме Порту был сильнее 3-0. Также мы на спортивном отмечали, что игрок ПСЖ Дани Алвис провел в Евросезонах уже 154-й матч. А рекордсмен тут вратарь Порту Икер Кассилес. Матч с Ромой стал для него в карьере 185-м. Первый тайм матча Тоттенхэм Баруся Доркмут не предвещал разгрома. Немецкий коллектив даже выглядел солиднее. Но в конечном счете в втором тайме лондонцы забили три безответных мяча. Кстати, они также играли без лидеров Кейна, Дели Али. Тоттенхэм побеждает в четвертый раз к ряду во всех турнирах. А вот Баруси, наоборот, не смогла выиграть в четвертой игре подряд. Позже стало известно после Лиги Чемпионов. В чемпионате Германии Шмелям не удалось обыграть еще и аутсайдера Нюрнберг 0-0. Интересно, хватит ли Баруси до конца сезона сил? У Баруси также, кстати, солидный лазарет травмированных. Итак, отметились в Лиге Чемпионовском поединке. Корее Цонхин Мин, бельгиец Виртонген и испанец Льоренто. Вот такой международный выдался матч. В итоге 3-0, но это Лига Чемпионов. Я бы не стал заранее еще выводить Тоттенхэм в 1-4 финала. Но в защиту клуба скажу, что они уже отгружали Дормутсом три мяча на Уэмбле. Было это полтора года назад. Матч завершился 3-1. А вот последняя встреча этих команд завершилась также победой Шпор на выезде 2-1. Аякс Реал Мадрид. Матч двух команд с историей. Они накопили 17 Кубков Чемпионов на двоих. У Реала, как помним, 13. Однако между собой клубы не играли с 2012 года. В то время Реал был сильнее Аякса в первом и втором поединке с одинаковым счетом 4-1. Также мы узнали, что Бензима отличился в 60-й раз в Лиге Чемпионов и стал четвертым бомбардиром этого турнира. Один из вас подметил важную деталь. Бензима забил 60-й гол на 60-й минуте. Мараканец Зиеш. Счет сравнял. Это стал вот третий мяч за последние четыре игры. Асенсю за пару минут до конца встречи подарил Реалу победу. Аякс показал зубы, но, увы, уступил. В итоге победа испанцев 2-1. Отметим еще одного игрока Мадридца. Фрамос провел 600-й поединок в футболках королевской команды. В этой исторической игре впервые в Лиге Чемпионов применена система видеопомощи арбитрам, которая отменила гол игрока Аякса Тальяфико. Реал продлил свою беспроигрышную серию до 8 игр, но уже в следующем туре испанской лиги уступил Жерони на Сантьяго Барнабео 1-2. Голландцы же за четыре последних матча потерпели три фиаско. Леон Барселона. Были ли у них проблемы? Да. У Леона не сыграла лидер Фекир. У Барселоны Артур Вермалин и еще несколько футболистов. Барса и Леон имеют солидную историю. Это их была седьмая встреча. Сам матч впервые у них завершился без голов 0-0. Уругвайц Луис Суарес не забивает на выезде в этом турнире с 2015 года. Если перевести в часы, то на чужом поле в Лиге Чемпионов он не отмечался ровно сутки 24 часа. Интересно, знает ли он об этом? Несмотря на то, что Леон был аутсайдером этой игры, клуб устоял. Команде покорился рекорд Лиги Чемпионов. Точнее, они его повторили. Шесть игр подряд ничью. Выиграв в первом туре Манчестера Сити, с тех пор у французов шесть ничьих. Ткачи также в десяти последних играх проиграли только один раз. А синие гранатовые не проигрывают семь матчей к ряду во всех турнирах. И еще один факт. Барселона в плей-офф выглядит скучно. За шесть последних выездов ни одной победы. Как так? Но к этим командам мы еще вернемся. Ливерпуль-Бавария еще одна звездная пара. Конечно, оба команд дорогие игроки. Но я не про это. Клубы имеют по пять кубков чемпионов каждый. Игра победителя не выявила. Думаю, что мюнхенцы должны во многом поблагодарить игрока Тьяго Алькантара, который, по моему мнению, был лучшим в их составе. А вот последняя их битва была неофициальной. На товарищском турнире полтора года назад Ливерпуль выиграл 3-0. Заклятие Баварии продолжилось. Клуб на Энфилде не забил опять. А ливерпульцы не проиграли на домашней арене в Еврокубках уже в двадцатый раз. Последний раз их тут обыгрывал в 2014 году Реал. Да и вообще Мерсисайдцы на своем поле в Еврокубках немецким командам еще не уступали никогда. Это был еще один матч, в котором не сыграли все звезды. У Ливерпуля отсутствовал Ван Дейк, Лаврен и другие. А у Баварии Мюллер, Робен, Горецко и еще ряд футболистов. В ответной игре не примет участие Кимих, у него перебор желтых. Ливерпуль после этого матча имеет серию из шести поединков во всех турнирах без поражений. Кстати, клуб впервые с ноябрьской игры с церковной звездой не смог забить. А вот Бавар идет четыре игры никому не уступая. Что нам говорят эти результаты? На этой стадии 1-8 финала. Команды сыграли в две нулевые ничьи за один день. Это второй раз в истории турнира. Леон, Бавария, Барселона в этом розыгрыше еще не проигрывали. Итак, забито за 8 поединков 18 голов, что на 9 меньше, чем в прошлом году. В первых играх показано две красные карточки. В прошлом сезоне в 1-8 ее получил только футболист Башик Таша, а сейчас игроки двух Манчестеров. Как и в прошлом сезоне, хозяева добились лишь трех побед. После этих игр шансы на 1-4 повышаются у Туттенхэма, ПСЖ, Реала Сити и Атлетика. Больше всего мячей в этом розыгрыше забивается с 61 по 75 минуту. То есть на середину второго тайма приходится почти 50% всех голов. Барселона самая бьющая команда, 148 ударов за 7 игр. А вот самая точная Рома. Ну и самое главное, аутсайдеры удивили. Расписание вторых игр. 5 марта Баруси, Тоттенхэм, Реал Аякс. 6 марта ПСЖ МЮ Порту Рома. 12 марта Манчестер Сити Шальке Ювентус Атлетика. 13 марта Барселона Леон и Бавария Ливерпуль. В списке лучших бомбардиров у Ливандовски 8 голов. У аргентинца Месси 6. У шести футболистов по 5 мячей. Джека, Тадич, Крамарич, Морега, Немар и Дибала. Морес и Джека являются лучшими ассистентами. Оба по 4 голевые передачи. Рекомендую выпуск, когда придет конец Лиги Чемпионов. Ставьте лайк, если выпуск был вам полезен и интересен. Удачи!